здравия желаю предлагаю вам еще одну схемку фонаря вечного фонаря который не сматывает ток это схема намного проще чем вчера показал применяется что фонарь китайский так записывайте значит 4 ватта 40 лет 40 лампочек светодиодных лет так называется atl 195 к нему подобрано опять таки так чтобы уравнять силу тока зарядка от старых телефонов от старого мощность так постоянный ток 5 и 7 вольт выход 800 микроампер от nokia от nokia не каждый подойдет включаем включаем эти как видите горит довольно таки ярко 40 штук 40 диодов сейчас закрою видите освещение вполне нормально для гаража для подвала если повыше повесить вот так повесим вот повыше вот ногой на гвоздь повесили вполне нормально освещение вот то есть чтобы было ярче повыше вешать то есть вполне нормально все видно видно здесь видно клавиатуру видно эту то есть все видно вот сюда его ставим видите освещение вполне яркое на расстояние видите на расстоянии лучше видно верхняя не работает потому что будет сматывать это он не сматывать ток тоже потому что уравнивается это сила только небольшая 800 микроампер уравнивается силой от 40 лет вот 40 лет 40 штук поэтому разборки тока нету можете сами сделать сейчас нарисую схему значит вот он светильник подключен вот сюда вот лампочка видите чтобы проверить что счетчик вот встал вот лампочку включаю встал вот лампочку включаю встал потребляю потребляю это не сказки это не счетчик там какой то старый это уравновешивание тока вот значит рисую это значит устройство так нужно от и л 195 называется а ЦЛ 195. Я его покупал с рук. Саш, не на базаре. Саш, поищите сами на Алиэкспресс. И к нему два провода. Значит, зарядная от Nokia зарядка. Вот она. 5 и 7 вольта. Так. 800 микроампер. Ни вольта, ни меньше. И вот это работа вечна. Как видите, лампочка я проверял. Она на место встает. Вот еще раз лампочка вот этой проверяю. Видите, счетчик работает прекрасно. Вот выключаем. Сейчас встанет на место. А эта горит. Она вот подключена от этой же. то есть не потребляет ничего. Вот подождем, оно на место встанет. Чтоб доказать рептилоидам, что оно не потребляет. Так уравнивается ток. То есть, для того, чтобы не было потребления, надо уравнивать ток. Но это сложно. Вот если бы был у меня прибор, я бы многие мог сделать. Это надо мощный. Сейчас вам скажу. Мощный латор от нуля регулировался, чтобы. От нуля, значит, вольт до 250 вольт как переменного, так и постоянного тока. От нуля ампер до 100 ампер как переменного, так и постоянного тока. Вот такой прибор. Если удастся приобрести, можно будет отрегулировать многие многие вещи и ток не будет сматывать со счетчиком. Понимаете? А рептилоиды, они будут говорить, что это все, и вот он на место встал. А это ведь и горит. Рептилоиды пусть говорят, что хотят. Если они, как говорится, сомневаются, кто живет близко, пусть ко мне приезжает. Покажу. Спасибо за внимание. До свидания. Желаю всем успехов в труде и обороне. Пишите письма. Помогайте запчастями. Вы видите, что как говорится, если помощь идет, даже кто рубль даст, помощь идет, я все в дело для народа. А не просто так прошу, там, чтобы на водку, там, нет, мне это не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...